Прогноз экономистов и финансовых аналитиков на ближайшие три месяца вполне позитивный. Курс американской валюты в последние месяцы держался в районе отметки 60 рублей за доллар. В эту среду доллар упал до минимума этого года, приблизившись к уровню 57 рублей. Евро также рекордно снизился почти на 2 рубля. Эксперты называют это падение общей мировой тенденцией. Нефть на этой неделе перестала дешеветь. На фондовом рынке фиксируется положительная динамика. Фондовый рынок вырос порядка 20%. Фондовый рынок он предвестником и он служит определяющим в либо оптимизм у нас присутствует в бизнес-сообществе, либо пессимизм. Вот в данном случае можно говорить о том, что как раз пиковая турбулентность она пройдена. По данным Росстата в марте рост цен составил всего 0,6% против почти 4 в январе и 2,5% в феврале. Между тем, по мнению финансистов, дальнейший рост экономики тормозится недоступностью кредитов. Сейчас банки предоставляют оборотные средства для бизнеса в среднем по 20% годовых. Дело не совсем в банках, которые сидят на мешках с деньгами и не кредитуют, а дело, собственно говоря, по большому счету в отсутствии, ну или не совсем отсутствии, а все-таки относительно прошлых периодов стремительного снижения именно спроса на кредитные ресурсы, прежде всего из-за их стоимости. Аналитики ожидают снижения ключевой ставки, по которой банки получают средства, уже к лету с 14% до 12%. Они зарабатывать начнут только тогда, когда ставка снизится до приемлемого уровня. Поэтому сейчас банковская система некая наша, испытывает определенные проблемы. Я надеюсь, что при снижении ставки и финансировании ситуация будет несколько стабилизироваться. Эксперты связывают стабилизацию в экономике и укрепляющиеся рубль с усилением ресурсной базы банковской системы. Это результат финансовой помощи государства. С января этого года 870 миллиардов рублей распределены между 27 крупнейшими российскими банками. Еще 130 осенью планируют выдать региональным кредитным учреждениям.